Уход за пчелами Уход за пчелами является необходимым при наличии своей пасеки. Важное значение при этом следует придавать профилактике и лечению от вредителей и заболеваний. Одним из самых распространенных и опасных заболеваний пчел по всему миру является воротоз. Это крайне опасное заболевание, вызываемое клещом ворового деструктора. Первоначальный клещ обитал на индийской пчеле в Индии и Приморском крае. С середины прошлого века началось его активное размножение в семьях медоносных пчел в Азии и Европе, которая привела к гибели множества пчелиных семей. При поражении клещом в Ароа пчелы зачастую были обречены, так как не имелось эффективных методов борьбы с ним. Позже разработали и наладили выпуск препаратов, которые эффективно действуют на клеща. В Аротос пчел перестал угрожать существованию насекомых. В настоящее время в Аротос распространен по всему миру. Это грозное заболевание пчел, вызываемое паразитированием на них клеща ворового. В Ароодеструктор – эктопаразит, встречающийся в большинстве стран мира и поражающий все стадии жизненного цикла широкого спектра пчел. Членостоногие паразитируют на пчелах, трутнях, матках, личинках и куколках. Питаются кровью гемолимфой, тем самым ослабляя и сокращая продолжительность их жизни. Передаваться в Аротос может несколькими путями. При покупке новых семей в неблагополучных хозяйствах через пчел воровок, через маток со свитой, через пчелопакеты и блуждающих пчел. Взрослые самки клещей красновато-коричневого цвета, имеют 8 конечностей и воплощенную овальную форму тела, довольно маленького размера, длина 1,177 мм и ширина 1,5-1,99 мм. Самцы еще меньше, имеют сферическую форму тела молочного белого цвета, длиной 0,75-0,91 мм и шириной 0,71-0,88 мм. Взрослые самки клеща локализуются преимущественно на брюшке сбоку и на груди, пчелы вблизи места крепления крыльев, фиксируясь при этом за счет брюшных складок и жестких щетинок хозяина, что помогает паразитам удерживаться на теле во время активных действий пчелы. Самкам клеща воровок, деструктор, присущ определенную устойчивость во внешней среде. Под воздействием солнечных лучей они погибают через полтора часа, в пустых ульях без сот, она живет до семи суток, на трупах пчел, куколок, личинок до одиннадцати суток, при влажности воздуха 20% и температуре 35 градусов, погибает за сутки. Взрослые самцы встречаются только в запечатанном выводке. Паразитизм клеща воровок, деструктор, на взрослых особях приводит к беспокойству пчел, ослаблению и истощению семей вплоть до их гибели. Нанося вред развивающимся расплоду, клещ способствует появлению уродливых, неспособных к полету трудней и пчел. В случаях сильной степени поражения наблюдается гибель расплода, выбрасывание из гнезд погибших пчелиных и трудневых личинок. Осенью и зимой пораженные клещом семьи проявляют беспокойство и часто погибают в первую половину зимовки. Паразитические клещи являются основной угрозой для западной медоносной пчелы Апис мелифера. Кроме разрушительного воздействия, наносимого непосредственно самим клещом, варатоз опасен тем, что его возбудители являются переносчиками такого опасного заболевания, как вирус деформированного крыла. опасность варатоза заключается в том, что его трудно обнаружить на начальной стадии. Клещ воровод-деструктор имеет очень маленькие размеры, поэтому заметить паразитов в условиях пасеки, пока они еще не слишком сильно расплодились, довольно-таки сложно. При более серьезном поражении заподозрить варатоз можно по поведению самих насекомых. Они менее активно собирают нектар и при этом становятся гораздо более агрессивными и беспокойными. Основным внешним признаком болезни является появление возле улья пчелы труднее с дефектами развития, отсутствующие рудиментарные или искребленные крылья. В более тяжелых случаях появляются пчелы и труднее бесконечностей. Всем спасибо, что вы посмотрели это видео. Может быть кому-то оно и поможет, особенно начинающим пчеловодам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех люблю. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok